И в продолжении темы приема и размещения атлетов в деревне спортсменов белорусское гостеприимство обсудим с гостем нашей студии, заместителем мэра Минска Александром Крепаком. Александр Петрович, добрый день. Добрый день. Мы видим из сюжета, что деревня атлетов это просто город в городе. Такая масштабная работа была проведена, это так? Действительно, деревня атлетов в первую очередь это домашний дом для спортсменов, где они все это время, пока проходят игры, конечно же не только живут, но и общаются, конечно же и питаются, и находят какие-то точки взаимных интересов, поэтому она многогранна в рамках организационных мероприятий, которые там проходят. И конечно же сегодня деревня является и домом, и с одной стороны такой площадкой, где все спортсмены различных стран находят друг друга и комфортно там существует. Когда вот продумали все эти мелочи, логистика, питание, проживание, перемещение, наверняка пригодился опыт других стран и городов, в которых также проводились такие масштабные соревнования. Но Баку ли только один стал примером? Конечно же нет. Мы изучали не только Баку, где было тоже проведено достаточно масштабное мероприятие, впервые в истории. Ну и конечно же мы побывали и на ряде иных спортивных мероприятий, и в частности побывали в Красноярске на межуниверситетском форуме, где собирались также атлеты, участвующие в зимних видах спорта. Но принцип организации работы непосредственно в деревне, организация быта, организация питания, организация мероприятий, традиций, которые там закладываются. Отдельные направления, которые мы там изучили, конечно же, в первую очередь помогло здесь минимизировать, а точнее даже можно где-то и не допустить тех, наверное, просчетов, ошибок, которые мы учли при посещении этих объектов. И конечно же очень благодарны тем коллегам, которые непосредственно оказывали вот эту помощь методическую и сейчас продолжают нам где-то курировать и подсказывать, где сегодня направление нужно не только, как говорят, в начале, но и в процессе уделить тоже непосредственно внимание. Мы, конечно же, в первую очередь работаем на упреждение всех этих моментов. Вот в результате сегодня можно говорить о том, что сегодня даже объект питания является сегодня таким ноу-хау, наверное, среди иных объектов. Я могу сказать, что каждый вечер, в 8 вечера повара выходят непосредственно в зал, проводят так называемые флешмобы. Вчера представляли национальную культуру в виде так называемого печеного яблока, которое многие, условно говоря, увидели впервые, а также знакомим их с культурой в белорусской кухне. И, поверьте, даже позавчера состоялся танец спортсменов, который был вдоль раздаточной линии продемонстрирован. И это еще больше, наверное, питает. Плюс живая музыка. Мы знакомим с нашей культурой, с нашими песнями, с нашим языком. И, конечно же, очень большой интерес вызывает это в рамках процесса организации питания. Эти тоже такие непростые, но вроде как такие, можно сказать, мелочные. Мелочь, но приятно, да? Да, да, совершенно верно. И зона гостеприимства замечательная есть в деревне. И там они могут познакомиться, иностранные спортсмены, с нашей культурой. Вот на что особенно был сделан акцент? Ну, я хочу сказать, что, в первую очередь, конечно же, после церемонии открытия, конечно же, очень много вопросов у спортсменов было о городе, в Бинске. И вот было озвучено репортаж, что, конечно же, появился интерес побывать в различных местах, посмотреть непосредственно своими глазами. В музее просится? Около уже пяти тысяч человек посетили музей. Интересно, какой самый популярный музей? Ну, я не буду называть, наверное, будет не совсем корректно. А с другой стороны, могу сказать, что в день порядка около 500 человек посещают музей и ознакомлюсь с изкультурой. И это не то, что очень символично, это очень приятно. О том, что есть интерес изучить. И многие впервые приехали в Беларусь, в Минск. И то, что они сегодня увезут с собой, завтра к ним вернется уже, наверное, семь. И расскажут всем миру, насколько Беларусь гостеприимна, насколько Беларусь открытая, насколько Беларусь сегодня, ну, наверное, цветущее, то, что отмечают, очень цветущее. Ну, и самое то же, что отмечают, что в Беларуси очень хорошее и вкусное мороженое, которое из натуральных продуктов очень много мороженого. У нас порядка около 12 тонн мороженого уходит. В принципе, белорусская молочка славится. Да, поэтому и молочные продукты, поэтому есть с чем сравнивать. И на первых, наверное, днях начала игр, еще до начала игр, очень много интересовались отдельными видами продуктами. Вот, что они из себя представляют, чего стоят. Ну, и приходилось где-то представителям команд объяснять, хотя там есть наименование, что написано, чего они состоят, но дополнительное общение, конечно же, оно... Ну, допустим, даже борщ для многих непонятен иностранцев. Ну, больше было непонятно ряженка. Ряженка, ну, а нам и мне непонятно, если честно. Ну, это, может, это йогурт без каких-либо... Я поняла. Вот, поэтому... Ну, это на любителя. Да, да, ну, очень интересный, пользуется, между прочим, способом. Понравилось. Да, ну, хорошо. Спасибо большое за интересное интервью. Я напоминаю, что у нас в студии был в гостях заместитель мэра Минска, Александр Крепак. Спасибо вам огромное. Спасибо.